Революция идет на восток Участники установления советской власти в Пешпекском уезде, то есть на территории современной Чуйской области Обратите внимание на то, что за исключением мужчины во втором ряду слева, то есть ворл Все участники этой группы имеют европейскую внешность Кто же человек слева? Его зовут Иманалый Айдарбеков и на момент, когда была сделана эта фотография, Айдарбеков занимал пост председателя Пешпекского уездного горе в Кума Или был, как бы его назвали в западной историографии, мусульманским коммунистом Которым он на самом деле не был Во всяком случае, на момент начала своей политической карьеры В партию большевиков Айдарбеков вступил только в 1918 году Во время Октябрьской революции Айдарбеков был членом казахско-киргийской партии Аллаш-Орда Или Аллаш-Орда по-корбузски Так почему же я выбрала фотографию, на которой единственный представитель коренного населения будущей республики Участником революции на самом деле не являлся Потому что, на мой взгляд, эта фотография является прекрасной иллюстрацией главным тезисом моего выступления сегодня о том, что Октябрьская революция в Семеречье была колониальной То есть, делалось руками колонистов и ради самих колонистов Тезис, в общем-то, на самом деле не нов Он был впервые предложен большевиком Георгием Сафаровым в 20-х годах, в начале 20-х годов После, кстати говоря, его поездки по Туркестану Более того, Сафаров руководил земельно-водными реформами 1921-22 годов в Семеречье И, на самом деле, был очень хорошо осведомлен о ситуации положения дел в Семеречье Итак, прежде чем перейти непосредственно к лекции, я хотела бы кратко обрисовать структуру моего выступления Я разобью лекцию на несколько тематических блоков Сначала я буду говорить о Семеречье после восстания 1916 года То есть я рассмотрю экономические и социальные факторы Которые сложились во время и после восстания 1916 года И которые, на мой взгляд, оказали большое влияние на то, как складывалась революция и гражданская война в Семеречье Итак, после этого я рассмотрю февральскую революцию в Семеречье И политическую мобилизацию коренного населения после февральской революции После этого я перейду непосредственно уже к октябрьской революции в Семеречье Расскажу о том, как виделась октябрьская революция глазами коренного населения То есть как коренное население воспринимало октябрьскую революцию И в заключение я рассмотрю социально-экономические последствия революции гражданской войны в Семеречи. Это карта Семеречицкой области. Моя лекция будет в основном о Южном Семеречи. То есть это Пешпекский и Прживальский уезд, которые сейчас входят в состав Северного Кыргызстана. Моя презентация в основном о Октябрьской революции на территории Кыргызстана. Итак, самым заметным событием дореволюционной истории Семеречи и Туркестана было, пожалуй, восстание 1916 года. Последствия восстания, как экономические, так и социальные, во многом предопределили развитие двух революций гражданской войны в регионе. Во-первых, восстание, как писала еженедельная газета «Семеречская жизнь», цитата, расшатала экономические устои местного населения, остановила сельскохозяйственную жизнь и усугубила тяжесть нашего общенародного экономического недуга. Военный губернатор Семеречья полковник Колосовский докладывал, что, начиная от русского села Карабулак, такмакского участка Пешпекского уезда, вплоть до села Нарын, вся местность носила характер полного разрушения и, как последствия этого, совершенного запустения. Признаков обычной мирной жизни нигде не существовало. Несмотря на тот огромный урон, нанесенный переселенческим поселком в Прижевальском и Пешпекском уездах, наибольшие потери во время восстания понесло коренное население. Так, например, в Вернинском уезде и пяти властях Пешкекского и Джаркенского уездов коренное население сняло урожай только с четверти засеянных ими полей. Но больше всего пострадали корызы из Прижевальского уезда. Их урожай был полностью уничтожен во время и после восстания. Всего к 1917 году девицидерна в Пешпекском и Прижевальском уездах достиг 2,6 миллионов пудов. В Вернинском уезде, то есть на территории современной Алматинской области, напротив был профицидерна размером в 3 миллионов пудов. Такая же асимметрия наблюдалась и в поголовье скота. 10 властей Пешкекского и Прижевальского уезда и 14 властей Джаркенского уезда сохранили около трети своих стад. В то время как 20 властей Пешкекского уезда и 19 властей Прижевальского уезда потеряли весь свой скот. Согласно собственным подсчетам, во время побега в Китай кочевники потеряли три четверти своего имущества. То есть это не только скот, а какие-то ценности, домашний скарб и так далее. В целом же Кыргызо-Пешкекского и Прижевальского уездов потеряли полтора миллиона голов скота. В общем, как видно из приведенных данных, восстание затронуло разные уезды семеречья в неравной мере. Наиболее пострадавшими были Пешкекские и Прижевальские уезды на территории современного Кыргызстана. Нехватка зерна, которую ощущали Пешкекские и Прижевальские уезды, привели к более ожесточенной конкуренции за ресурсы во время гражданской войны. Во-вторых, говоря о конкуренции, в том числе за ресурсы, стоит отметить, что восстание придало этой конкуренции характер этнического конфликта. То есть конкуренция за ресурсы разворачивалась между пришлым и местным населением, то есть между колонистами и коренными кочевниками. Многие современники тех событий отмечали взаимное озлобление переселенцев и киргиз, как тогда называли современных корвызов и казахов. В то же время конкуренция за землю разгоралась и внутри самого колониального общества, то есть между разными социальными группами переселенцев, группами или классами колонистов, в частности между казаками и старожилами, которые поддерживали белых, и между неимущими и малоземельными переселенцами и гражданами, которые поддерживали, в свою очередь, красных. В-третьих, после восстания 1916 года переселенческое население повсеместно вооружалось, как властями, так и самостоятельно. Всего по Туркестану было раздано более 8 тысяч оружий, и большинство этих оружий были переданы именно переселенцам шпекского и проживальских уездов, как наиболее пострадавших от действий мятежников. В-четвертых, слухи о пустующей земле после побега почемников Китая вызвали огромный наплыв новых колонистов, которые пребывали как из соседних областей Туркестана, так и из России. Вообще важно помнить о том, что восстание и революция происходили во время Первой мировой войны, которая вызвала, в свою очередь, огромный экономический кризис. В Европейской части России многие потеряли свои дома и бежали из приграничных районов в более благополучные места. То есть, естественно, слухи о том, что появилась свободная земля, вызвало определенный ажиотаж. Поэтому в Семеречье начался переезд, наплыв большой новых переселенцев и из России, и из других стесненных областей Туркестана. Итак, восстание, последующие перекочевки кыргызов и казахов в Китай и голод изменили демографическую картину в Семеречье и Туркестане в целом. Всего за 4 года между 1916 и 1920 годами Туркестан потерял около 3,3% кочевого населения, то есть всего по региону. В то же время переселенческое население выросло на 12,9%. То есть с 1917 по 1920 год в Туркестане было более полумиллиона кочевников. Семеречье, одним словом, стало более русским вследствие кризиса 1916 и 1920 годов. В пятых и восстание, и последующие революции, и гражданская война раскололи регион на две части. На Южное Семеречье, то есть опять-таки территория Северного Кыргызстана, и на Северное Семеречье, на территории Южного Казахстана. Несмотря на наличие зерна в Верненском уезде, Верненский и Пешпекский уезд разделяли 600 верст, или около 640 километров грязевой дороги, по которой передвигался гужевой транспорт. То есть, несмотря на голод, транспорт зерна представлялся практически невозможным. Более того, в отличие от Северного Семеречья, которая переходила из рук в руки между белыми и красными, Южное Семеречье оставалось в руках красных. То есть территория современного Кыргызстана, Северного Кыргызстана, она была, скажем так, более большевистская. Все эти факторы, концентрация оружия в руках переселенцев, быстрый прирост переселенческого населения, нехватка продовольствия и чрезвычайно обостренные взаимоотношения между переселенцами и кочевниками делали возможную более эффективную мобилизацию колониального общества и позволяли ему более эффективно изымать ресурсы, такие как сельскохозяйственная земля, скот, продовольствие у коренного населения. Собственно говоря, наибольшие последствия для местного населения во время и после восстания 16-го года имели не сколько преследования бежавших к хачевникам карательными войсками, сколько грабеж теми же карательными войсками и переселенческим ополчением. Во время восстания приказы, даваемые генерал-губернатором Туркестана и военным губернатором Семеречья карательным войскам инструктировали солдата отбивать как можно больше скота. То есть грабеж не был чем-то стихийным, инструкции о том, что к войскам следует как можно больше отбить скота у кочевников давались непосредственно самими властями. В общем-то грабеж местного населения не прекратился и после того, как восстание было уже подавлено. Как отмечала группа солдат-татар, вернувшихся с фронта, многие переселенцы удвоили, а то и утроили свое имущество. В общем-то солдаты эти, они жаловались на то, что им не дали возможность такую удвоить или утроить свое имущество за счет местного населения, что им представлялось несправедливым. В большинстве случаев местные органы власти закрывали на это глаза, так как считали такой предел вполне справедливым, и еще потому, что надеялись на скорое возобновление сельского хозяйства региона, что, в общем-то, было бы невозможным без скота и земли. В итоге, к январю 1917 года беженцы, возвращавшиеся из Китая, потеряли весь свой скот, всех своих коров и быков, 90% лошадей и 3 четверти овец. Оставшиеся без скота, земли, средств к существованию, кочевники становились жертвами голода. Улицы Пешпека заполнились умирающими киргизами, которые походили, по словам очевидца, находящие скелеты и были вынуждены есть собак, сусликов, крыс и лягушек. Итак, это, в общем, ситуация в Семеречи до февральской революции. Одним словом, положение коренного населения Семеречи после восстания 1916 года было совсем незавидным. В общем, неудивительно, что февральская революция принесла мусульманам Туркестана и Семеречи надежду на улучшение их доли. Переселенческое общество, с другой стороны, восприняло новости об отречении царя с опасениями, даже страхом повторения действий, повторения восстания 1916 года. То есть страх о том, что крызы, либо казахи, либо любые из коренных народностей Туркестана снова поднимутся на восстание. Страх этот был вполне реальный. Итак, первые действия новой власти, то есть нового временного правительства в Петрограде, такие как создание Туркестанского комитета временного правительства, в состав которого входило четверо представителей от мусульман, всего членов комитета было 9, отмена реквизиций рабочих из числа местного населения на тыловые работы, указы о прекращении преследования семереческих кочевников и помиловании 320 участников восстания, встретили одобрение местного населения и в то же время настроили переселенческое общество против новых властей. Тем не менее, большинство нововведений были действительными лишь на бумаге. Страх быть поглощенным семимиллионным морем, это выражение, которое использовалось не одним, а как минимум несколькими чиновниками нового временного правительства. Эти страхи, они преследовали новые власти с той же силой, что и царскую администрацию. То есть, несмотря на демократический настрой нового правительства, в Петрограде правительство, то есть, Туркестанский комитет временного правительства, в Туркестане он как бы боялся, он понимал о том, что переселенческое население, которое Туркестанский комитет представлял в том числе, он как бы находился на положении меньшинства. И поэтому, опять-таки, страхи быть поглощенными большинством туземным, они были вполне реальны. Более того, члены комитета находили коренное население незрелым и неблагонадежным. Таким образом, приход нового правительства к власти не изменил положение кочевников Семеречья. План, разработанный генерал-губернатором Туркестана, прицарской еще власти Алексеем Куропаткиным о выселении Кыргызов-Прыжевальского и частично Пешпекского уездов, на Рынский уезд был Осталин в силе. Более того, как показало расследование мусульманского краевого совета Тукрамуса, который позже раскололся на две политические организации, о которых вы, возможно, слышали, на джадидистов, или шура и ислам, и улемистов, или шура и ислам, показало, что власти на местах и сами колонисты находили присутствие кочевников нежелательным и даже недопустимым. То есть, группа делегатов из Тукрамуса отправилась в Семеречья исследовать ситуацию на местах. В общем, они докладывали с места, что большинство переселенцев, с которыми они говорили, были за цитата «измор Киргизов голодом и голодным тифом». Другие считали, что кочевников надо выселить в другие уезды, или даже в Сибири. Местные власти были настроены не менее кровожадно. На воскресных заседаниях Пржевальского исполкома, то есть это новая исполнительная власть, временного правительства, на местах исполкома, Пржевальский исполком, например, решал каждое воскресенье три бесконечных вопроса. Как и куда выселить Киргиз, и как наказать их, и почему солдаты ничего не предпринимают, чтобы заставить Киргиз прийти с покорной головой. Деликаты докладывали, что за Киргизами в форме на охотице, и что за голодом они вынуждены заниматься каннибализмом, и есть тела мертвых сородичей. Подобная ситуация, говорили они, сложилась благодаря тому, что Киргизы безоружны, а переселенцы вооружены. Насколько враждебно были настроены уездные власти, после февральской революции кочевникам иллюстрируют тот факт, что, обнаружив разоренных и безоружных беженцев вместо 6 тысяч вооруженных дунган, которые якобы шли на семеречи, солдаты и переселенцы Пржевальского уезда поставили вооруженные кордоны у горных переходов и превратили стоянки возвращающихся кочевников в цитата кровавую вакханалию. На случай, что если кто-то из беженцев все же смог перебраться через один из кордонов, власти, то есть местный Пржевальский исполком, запретил продажу им хлеба. Да и, в общем-то, власти на самом деле были не такими уж новыми. Например, членами Пржевальского исполкома были исключительно колонисты, а комиссаром уезда, а позже и самой области, был бывший чиновник переселенческого управления Петр Шибалин. Несколько более сдержанное, но все же не менее враждебное отношение к мусульманам обнаружил вскоре и сам Туркестанский комитет. В сентябре 2017 года, например, члены комитета отправили телеграмму в Петроград с запросом прислать дополнительные войска в Семеречье и Хиву как наиболее опасные регионы. Пожалуй, единственным положительным развитием в местном обществе после Вевральской революции была политическая мобилизация. Так называемый Семеренческий вопрос сыграл огромную роль в консолидации мусульманской оппозиции временному правительству. Во второй половине Тукраму Селишура Айслам организовал огромную, очень большую марш демонстрацию солидарности с мусульманами Семереча, во время которого демонстранты прошли от центральной улицы до здания, в котором располагался Туркестанский комитет и вручили членам комитета список требований по Семеречскому вопросу, в число которых входило отзыв о изъятии оружия у солдат и переселенцев в Семеречье и отзыв войск из Семереча. Отделения Шура Айслам открылись также в Пешпеке, на Рыне и Приживальске. Одновременно с мобилизацией в Ташкенте происходила также мобилизация коренного населения и в кочевых районах. Партия казахской и киргизской интеллигенции Алаш-Арда имела отделение в Пешпеке и имела также кыргызских членов. Кстати, большая часть кыргызской интеллигенции того времени, того периода вышла именно из среды Алаш-Арды. Октябрьская революция в Семеречи. Если февральская революция была встречена в Семеречи прохладно, то Октябрьская революция вызвала в большей части переселенческого общества здоровый энтузиазм. На это было несколько причин. Во-первых, как отмечает Адиб Халид, революционные лозунги власть местным властям, земля для тех, кто на ней работает, были особенно выгодны колонистам. Во-вторых, непопулярность временного правительства с его декларациями, пусть и пустыми, о равенстве с мусульманами и неспособность обеспечить достаточное продовольствие для переселенцев привела к тому, что симпатии большинства переселенцев были на стороне большевиков. Наконец, к лету 1917 года в Семеречи сформировались социальные и политические условия, способствующие свержению существующей власти. То есть, так называемая революционная ситуация, говоря большевистским языком, которая сделала захват власти приемлемым для большинства переселенцев. Так, уже в июне 1917 года комиссары Временного правительства в Семеренческой области докладывали Министерству внутренних дел в Петрограде, что реальная власть на юге области находится в руках неформальных митингов и демонстраций переселенцев. Эти собрания стали импровизированным фундаментом будущей большевистской власти в Южном Семеречи. Они привлекли значительную поддержку со стороны общественности, колониальной общественности. Помимо безземельных переселенцев и солдат, вернувшихся с фронта, на демонстрациях также присутствовала разношерстная толпа членов крайне права монархического союза Архангела Михаила, например, завсегдатаев Кабаков и прочих цитат о темных личностей. То есть, поддержка таких митингов, она, в принципе, была повсеместная в колониальном обществе. И даже те члены этого общества, которые, возможно, не считали себя большевиками, находили лозунги большевистской власти весьма привлекательными. Итак, митинги стихийно устанавливали цитаты своей законы и своей порядки и использовали лозунги волю народу для совершения арестов и многочисленных реквизиций. Так, например, 9 июля одна такая демонстрация отправилась в центр Пешпека где 3 тысячи солдат и крестьян проголосовало за смещение уездного комиссара и созов уездного съезда. После этого последовала серия несанкционированных захватов земли в Пешпекском и Пржевальском уездах у коренного населения. Верном группа солдат арестовала и реквизировала груз зерном. В середине октября группа солдаток то есть жен солдат, ушедших на фронт, силой забрала продукты мусульман-торговцев в Пешпеке. Наконец, 18 октября в Пешпеке состоялась большая демонстрация солдат, возвращающихся с фронта в Ташкент. Власти пытались сохранить порядок. В ответ на демонстрацию солдат Пешпеки в октябре вернинские власти отправили в Пешпек две казацкие сотни и запретили публичные собрания. Временное правительство Семеречья опиралось на семереческое казачество. Но казаки также не могли контролировать массу вооруженных солдат и крестьян, просто потому что казаков было меньше, чем обычных переселенцев. И потому что масса переселенцев уже была выражена после восстания. Всякое подобие центральной власти в области исчезло зимой 1917 года. Несмотря на то, что временное правительство по-прежнему номинально находилось во власти, оно не имело ни ресурсов, ни народной поддержки, чтобы сохранить эту власть. Казачьими войсками, сосредоточенными главным образом в Верницком уезде, пешпекские и приживальские уезды были оставлены на произвол судьбы. То есть, опять-таки, в Северном Семерече казаков было намного больше, чем их было в Южном Семерече. В Южном Семерече доминирующую силу составляли недавние переселенцы. То есть, переселенцы, которые переселились, приехали в Семерече уже после Столыпинских реформ 1905 года. И, в общем, именно эти переселенцы, они как бы составили костяк Красной Армии на территории современного Северного Кыргызстана. В роковые месяцы между тревожной осенью 1917 года и декларацией Туркестанской Советской Республики в конце 1918 года переселенческое общество Семеречи одновременно переживало дальнейшую мобилизацию и распад на красных и белых. То есть, мобилизация переселенческого общества началась уже в 1916 году во время восстания и она в общем-то так и никогда не прекращалась в период с 1916 по 1920 год. Власть Семеречи стала предметом конфликта между временным правительством, поддержанным семереченскими казаками и зарождающимися советами, которые возникли из таких вот стекийных и несанкционированных собраний и демонстраций солдат и крестьян. К марту 1918 года власть в Семеречи перешла к советам. Спустя несколько месяцев летом того же года эту власть уже оспорили продвигающиеся белые армии Анинкова, которые превратили юную советскую республику в Семеречи в подобие крепости. В общем-то на самом деле армии Анинкова захватили Северное Семеречи, но в общем-то они так и не дошли до Южного Семеречи. То есть, если верно находился в руках Анинковцев в течение некоторого времени, то до Пешпека они так и не дошли. В ответ на эту белую угрозу коммунистическая партия Туркестана объявила диктатуру пролетариата в Семеречи. В отсутствии центральной власти и не располагая стандартными методами и процедурами установления диктатуры пролетариата, диктатура пролетариата в Семеречи приняла привычные черты тотальной мобилизации, которую переселенческое общество впервые пережило во время восстания 1916 года. Мобилизация колонистов привела к появлению сети полуформальных и взаимосвязанных учреждений, созданных на всех уровнях власти, от деревенских советов на самом низком уровне до городских советов солдат и крестьян и до уездных и областных властей. А также появились многочисленные комитеты, отвечающие за контроль за ресурсами, отвечающие за землю и обеспечение продовольствием. Сопутствующая милитаризация этих институтов позволила переселенческому обществу контролировать, управлять и извлекать ресурсы из коренного населения в условиях войны и этнического конфликта. Практически у каждой организации, у каждого комитета и у каждых властей, начиная от сельсоветов до уездных властей, были свои группы ополченцев, вооруженных ополченцев. Образование подразделений Красной Армии в Семеречи началось сразу же после создания Советов в уездах области. При Живальском уезде порядок мобилизации, вооружения и обучения подразделений Красной Армии был установлен уездным исполкомом в мае 1918 года. Костяк Красной Армии в области составляли так называемые туркестанские стрелки, это были опытные солдаты крестьянского происхождения и с опытом службы в Царской Армии. Всего из 19 350 человек мобилизованных большевиками в Туркестане за исключение Маринбургского и Ашхабадского фронтов в Семеречи находилось около четверти всего состава или 4227 человек. Несмотря на то, что Семеречи была достаточно большой областью, все-таки распределение войска было неравномерным. Войск в Семеречи было гораздо больше, чем в других областях Туркестана. Опять-таки, как следствие восстания 1916 года. Большинство солдат были выходцами из переселенческого общества, то есть это были вооруженные переселенцы. Местным исполкомам удалось добиться почти всеобщей военной мобилизации мужчин-колонистов. В дополнение к подразделениям Красной Армии исполкомы сформировали полувоенные Красные Гвардии и коммунистические ополчения. Новобранцев обучали и вооружали, пули отливались на местах. Наверное, наиболее привлекательным было то, что если ты был членом одного из этих ополчений или Красной Гвардии или Красной Армии, тебе была гарантирована еда. То есть, если ты воевал за большевиков, тебя кормили. Это, наверное, было как бы... для многих это было одним из наиболее привлекательных аспектов поддержки большевистской власти. Первые действия исполкома в области были направлены на захват и установление контроля за скудными ресурсами колонии. Часто эти действия были направлены против невооруженного коренного населения, которое стало удобной мишенью. Как и в 1916 году, власти захватили землю кочевников и их скот. В июне 1918 года Прижевальский исполком, например, захватил земельные участки, которые принадлежали кочевому населению и находились в аренде, что фактически делало невозможное возвращение кочевников на свою землю. Земли захвачивались также переселенцами. В сентябре 2018 года Пешпекский совет сообщал о продолжающихся изъятиях земли безземельными горожанами и крестьянами. Месяц спустя, в октябре 2018 года, комиссар Пешпекского уезда распорядился о распределении киргизских общественных и государственных земель в земельные и водные комитеты, сформированные в Пешпекском уезде. Когда киргизам было разрешено оставаться на том участке, который они уже занимали, то есть фактически на собственной земле, их обязывали платить аренную плату, которую устанавливали власти области. То есть власти и переселенцы рассматривали землю кочевников как ничейную землю, которую можно было захватывать без особых последствий. Земля также захватывалась колонистами из других областей Туркестана и беженцами из Европейской России. Так, например, в августе 1919 года группа переселенцев из Сардаринской области перебралась в Прежевальский уезд и насильно отобрала у коренного населения почти 10 тысяч десятин земли. Не имея, однако, достаточной рабочей силы, переселенцы смогли обработать только 910 земли, то есть менее одной десятой той земли, которую они захватили у кочевников. Подобные изъятия земли имели место и в Пешпекском уезде, где землю кочевников постоянно занимали переселенцы из других уездов. Местное население также оставалось объектом принудительной экспроприации. Например, в ноябре и декабре 1918 года администрация Прежевальского уезда обложила налогом богатых крызов. Как измерялось предполагаемое богатство, было неясно. У них просто реквизировали скот. В Пешпекском уезде местный исполком обложил единовременным налогом мусульманское и русское население уезда. Но на практике это обернулось конфискацией скота у кочевников по искусственно низким ценам. С другой стороны свиньи, разводимые исключительно переселянцами, оценивались по текущим рыночным ценам. В мае 1918 года Прежевальский исполком национализировал производство опия, которое традиционно обеспечивало доход дунганам и кыргызам Прежевальского уезда. Опия обменивали в Китае на хлеб. Наверное, мало кто знает, но были также в 1918 году так называемые опийные деньги. То есть вместо золота, которого в области не было, валюта, не валюта, а деньги обеспечивались опием. То есть банк верно хранил вместо золота опий. Это так называемые Семереченские опийные деньги. Как и в 1916 году, кочевники также должны были бесплатно трудиться на полях переселенцев, члены семей которых служили в Красной Армии. В тех случаях, когда группа кочевников не могла предоставить работников, власти реквизировали их зерной скот для того, чтобы накормить красноармейцев и их семьи. Естественно, что изъятие скота и зерна безземелья и принудительный труд привели к огромной смертности в кочевом обществе, что в свою очередь нанесло большой ущерб колониальному сельскому хозяйству, которое значительной степени опиралось на труд коренных работников, на труд коренных батраков. К августу 1918 года нехватка рабочей силы стала настолько острой, что, цитата, с учетом начала сезона сбора урожая и зерна и для поддержания экономической жизни области пешпекский совет солдат и крестьян нашел желательным возвращение беженцев из Китая. Власти обещали полную амнистию тем из возвращающихся кыргызов и казахов, кто признал советскую власть и сдал оружие. Тем не менее, несмотря на обещания, согласно очевидцам, массовое избиение кыргызов крестьянами Пржевальского уезда продолжались. Конкуренция за ресурсы, а особенно за землю, также расколола колониальные общества. Казацкая поддержка белых, их прошлая ассоциация со старым режимом и отчетливо казацкий состав белых армий в Семеречье и в других областях Туркестана сделали казаков исключительно подозрительными в глазах большевистских властей. В то же время, обширные земельные участки, находившиеся в казачьей собственности, вызывали зависть малоземельных и безземельных переселенцев в Семеречье. Вооружившись риторикой классовой борьбы, власти реквизировали зерно и животных у казачьих поселений. Так, весной 1918 года Пешпекский совет реквизировал 12 тысяч пудов зерна у большой казачьей деревни Беловодская. Возможно, кто-то слышал о Беловодском восстании 1918 года. В декабре того же года жители слухами о приближающемся Чехословацком легионе и примкнувшие к ним думгане соседних поселений восстали против Пешпекского совета и 14 декабря захватили Пешпек. В общем-то, наверное, это было единственное событие подобного рода на территории Южного Семеречья, когда власть на совсем недолгое время пришла из рук красных в руки белых. Менее, чем через 10 дней, 23 декабря, объединенные силы Красной Армии и местных ополченцев уже выбили Беловодчан обратно в Беловодское. 26 декабря Беловодский мятеж был подавлен. В качестве награды переселенцам, которые участвовали в подавлении восстания, Пешпекский исполком передал им зерной рис, изъятый у жителей Беловодского и Дунганских деревень. Незавидная судьба ожидала и активистов коренных национальностей и мусульман в целом. Пешпекское отделение партия Лашарда, открытое в июне 1917 года, просуществовало чуть более года и было закрыто большевиками уже в сентябре 1918 года. Многие члены Пешпекского отделения были расстреляны. Одним из таких расстрелянных был Манаб Дюрс Аранбаев, который расстреляли с группой соратников Красный отряд некого Павлова. В общем, что интересно, мой руководитель, академический нашел информацию в этом Павлове в архивных документах, где он характеризовался как, цитата, убийца-насильник и садист, что, однако, не помешало ему получить награду от советской власти в 1923 и 1925 году, то есть уже после окончания гражданской войны. Тех из активистов, кого не расстреляли, заставили признать советскую власть и вступить в Киргизский революционный комитет. Также власти поступили с другими политическими организациями мусульман, включая Шура и Ислам, Татарский Тифак и Киргизский Совет Пролетариев, то есть своя пролетарская коммунистическая организация украинного населения тоже была, но она вот чем-то не угодила новым властям. Все эти партии были закрыты в сентябре 1918 года. Наибольшая угроза для советской власти всеми речи исходила, однако, извне. Весной и летом 1919 года в Южном Семеречи ожидали наступления армии Анинкова и Басмача Иргаша из Африканской долины. В мае 1919 года в Прижевальском уезде было объявлено осадное положение. Исчерпав имевшиеся человеческие ресурсы переселенческого общества, власти Семеречи решили объявить мобилизацию групп, считавшихся враждебными, в том числе от статок казаков, бывших офицеров и военных чиновников, а также тех мусульман, которые служили в царской армии, в основном видимо татар. Хотя военный комиссариат Пешкекского уезда сумел мобилизовать 340 мусульман, уезда в августе 1919 года мобилизационная кампания среди туземцев потерпела неудачу. В следующем месяце Туркестанский Реввоенком сообщил Москве, что цитата «попытки использовать коренное население ведут к массовым переходам за границу и только ухудшают общее разорение». Испуганные кочевники отказывались работать на полях переселенцев и бежали, что в свою очередь делало невозможным сбор урожая. Переход кочевников в Китай и другие области региона в условиях растущего спроса на рабочую силу и солдат убедили администрацию принять более примирительную позицию в отношении кочевников. Хотя всеобъемлющая кампания по реабилитации беженцев и коренного населения в целом началась не раньше 1920-21 годов, некоторые группы получили ограниченную продовольственную помощь в 1919 году. Например, в апреле 1919 года власти распределили зерно и чмень среди более бедных крестьян села Сретенского и Кыргызов Джамансартовской власти. Итак, как же коренное население воспринимало революцию и гражданскую войну? Материалов об этом на самом деле немного. Пожалуй, лучшее представление о том, как видели революцию кочевники Семереча, дают петиции населения из статьи Алашской интеллигенции. Критическая статья Ахмета Байтурсинова, одного из казахских лидеров Алаша, дает, пожалуй, самую известную оценку Октябрьской революции и гражданской войны в Семеречии и Степной области с точки зрения коренной интеллигенции. Революция, писал Байтурсинов, цитата, напугала киргизов своими внешними проявлениями. Каким большевистское движение было в центральной России, киргизам было неизвестно, но на окраинах она сопровождалась повсюду насилием, грабежами, злоупотреблениями и своеобразной диктаторской властью и часто представляла собой не революцию, как она обычно понимается, а полнейшую анархию. Менее известная, но столь же резкая оценка большевистской власти в Семеречии приведена и в резолюции, принятой Семереческим областным комитетом Аллаш-Орды в марте 1919 года. По словам Ибраима Джайнакова, этническое происхождение которого остается предметом спора между казахскими и кыргызскими историками своеобразное хозяйничание семереческих большевиков с весны 1918 года, сопровождающиеся по сие время в неосвобожденной еще части области массовыми расстрелами вплоть до детей и женщин, где грабежами, где просто уничтожением всякого рода имущества и живого и мертвого инвентаря и прочими бесчинствами привело к тому, что никогда благодатные богатейшие семеречья справедливо называвшиеся житницей Туркестана ныне превратилось в жалкую, убогую и обнищавшую область. И все групп населения заключают Джайнаков наиболее пострадавшими как от большевистского разгрома, так и от предшествующих неблагоприятных обстоятельств следует бессусловно считать киргизский народ. Цитата. положительно вымирающих в настоящее время как непосредственно от голода, так и всевозможных эпидемических и простудных заболеваний на почве голода, не имения одежды, местами и жилища. групповая групповая петиция написанная одним из мятежных монапов Амамбеталым и Раталином в январе 1920 года также говорит о том, что крызы семереч пострадали больше других. В петиции перечислены шесть кыргызских властей это Шамсинская, Буранинская, Тунаевская, Нурмамбетовская, Баситовская, Закатинская, а также одна Казахская область Кульбальдинская как наиболее разоренные как в земельном так и в хозяйственном отношении. Хотя она адресована Туркестанскому исполкому, авторы петиции намеренно сравнивают время Николая, которое было подобно времени египетского фараона в явной библейской отсылке в Рисот Моисея из Египта с правлением временного правительства и советских властей, которые сделали киргиз голыми, босыми и без скота. То есть авторы петиции они не различают между царским временем, между временем временного правительства и между управлением советских властей. Еще одно упрошение, адресованное в этот раз товарищу Ленину, описывает цитата «Горестное положение страдания киргизского народа, в которое вергло его хозяйничание царских холопов, из которых не вывело его до сих пор даже революция». Петиция, подписанная Шаналы Арабаевыми, несколькими наманапами, прежде всего братьями Шабдановыми, а также представителями Дунган и Таранчи Прживальского, Нарынского, Токмакского и Пешпекского уезда. В петиции они извещают товарища Ленина о том, что, цитата, «Если кто-нибудь нам задаст вопрос, пользуются ли киргизы Семереческой области свободой сословной революции, то мы на это ответили бы, что мы не пользуемся свободой и таковой у нас нет». Они подробно описывают различные злоупотребления, совершаемые новыми властями и цитата «большевистскими укарауливали и убивали киргиз поголовно при первом удобном случае». Интересно, что в прошении описываются и стратегии выживания крыгизов в условиях гражданской войны и этнического конфликта. Авторы петиции пишут, что, цитата, «ставили нам мы на каждом месте и бугре караулы, а если голова покажется какого-нибудь русского, то киргизы прятались в ямах под землей, а жены и дочери одевали в лохмотье, лица и головы засыпали и намазывали пеплами, землей, и на текст смотреть было отвратительно и жалостно. Явившиеся в аул русские забирали все то, что им понравилось и увозили к себе домой. Киргизам же невозможно было думать ехать в город и подавать жалобы. Они сидели дома, проливая слезы, проклиная свою судьбу». Цитата из петиции. Чтобы разрешить это самое несчастливое положение дел, как они говорят, они просили разоружить переселенцев. Эти цитаты цены еще и тем, что помимо общего представления об опыте выживания коренного населения во время гражданской войны эти петиции и отчеты также содержат фактические данные, то есть статистику, которые рисуют картину экономической и социальной разрухи в области. Из этих петиций и сообщений, например, мы знаем, что к июлю 1917 года более половины или около 83 тысяч из 164 тысяч кочевников, бежавших в Китай, умерли от голода, холода и болезней. Так, зимой 1918 года 30 киргизов умирали ежедневно. Это опять-таки цитата. Мы также знаем, что, согласно этим петициям, мало что изменилось для киргизов и при большевистском правительстве. Переселенцы продолжали набегать на возвращающихся беженцев в 1919 году и убили при активном участии красногвардейских отрядов 10 тысяч корвизов и казахов. Это данные, которые приводятся Аллаш-Ордой. Возможно, у них, конечно, есть какой-то интерес. Они боролись в свое время против большевиков, но позже были кооптированы. Красные уничтожали целые аулы, говорится, в одном из отчетов. В принципе, данные советских властей также подтверждают масштабы опустошения. Между 1917 и 1920 годами Нарынский уезд, который был образован уже после восстания 2016 года, потерял 63,4% поголовья скота, а Пешпекский уезд 43,6% скота. К 1920 году поголовье скота Южного Семереческа сократилось до 46,7% по сравнению с 1914 годом. В целом, Семереченский областной комитет Алаша оценил потери кочевников Семеречья 900 миллионов рублей. Огромные деньги по тем временам, а сейчас это вообще астрономическая сумма. Аналогичный кризис затронуло сельское хозяйство региона. Если в 1915 году в Семеречи насчитывалось 640 тысяч десятин пассивных площадей и 9,2 миллиона голов скота, то к 1920 году насчитывалось всего 300 тысяч десятин пассивных земель и 2,6 миллиона голов скота. Производительность пассивных площадей также упала. Десятина засеянная в 1920 году давала лишь половину довоенного урожая. Последствия кризиса затронули прежде всего кочевников области. Сообщая о голоде в Семеречи, Тураро Скулов, известный казахский политик, активист, большевистский, отметил, что среди кочевников гибель людей от голода и эпидемии колеблется в разных районах от 25 до 50 процентов и осталась она только одна десятая скота. В некоторых районах, где раньше находились 2, 3 и даже 4 волости, оставалась только одна волость. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, Продолжение следует...